Это лайв вновь прямой эфир. Мы продолжаем. Спасибо, что вы с нами. В российском МИДе презентовали мобильное приложение, которое называется «Зарубежный помощник». Вот так витиеват. Теперь российские туристы смогут сообщить в посольство о катастрофе или революции во время путешествия за рубежом в несколько кликов. Как работает мобильный помощник, разбиралась наш корреспондент, моя коллега Елена Шевелева. Елена, приветствую тебя. Ты уже протестировала приложение? Что там можно сделать? Леша, приветствую тебя. Решила протестировать в прямом эфире вместе с вами. Пока только скачала. Могу сказать с уверенностью, что делается это довольно легко. По этому словосочетанию «Зарубежный помощник». Первая ссылка на такое приложение. Буквально одну секунду. Все теперь узнали мой пароль. Но все же. МИД России. Вот так оно выглядит. Открываем его. Ну и вот давайте посмотрим, насколько быстро или наоборот можно пройти регистрацию. Вот я нажимаю. Я ознакомлен с условиями использования. Как объяснили нам в МИДе, регистрация необходима не только для того, чтобы вести учет вот этих пользователей и помогать им конкретно в экстренных ситуациях, но кроме того, чтобы избежать ложных вызовов, чтобы, в общем, было понятно, откуда поступает звонок. Вот смотрите. Вбиваем мобильный телефон. Получить код. Пока код мы ожидаем, расскажу вам вот что. Вот это вот приложение. Оно работает уже в 144 регионах. Обратите внимание, вот код пришел. Действительно, довольно быстро. В 144, простите, странах вводим код. Отправить код. Если вдруг у меня телефон бликует, вы, в принципе, все то же самое можете видеть сейчас на экранах своих телевизоров, на экранах своих мониторов. Все дело в том, что заботливые коллеги подготовили для нас принтскрины. Вот, смотрите, регистрация закончена. Настройки обновления. Ну, давайте, отключено. Так, закрыть. Вот. Зарубежный помощник. Итак, что у нас тут есть? Полезная информация. Зарегистрировать пребывание за границей РФ. И связаться на стройку. Вот сейчас я вам объясню. Зарегистрировать пребывание. Это значит, что вы можете, как нам, по крайней мере, рассказали, оставить свой маршрут прямо вот, по сути, вот в этом МИДовском приложении. И тогда сотрудники ситуационного центра будут знать всегда, где вы находитесь. И смогут вовремя отправлять вам пуш-оведомления. Но также все это может, как нам объяснили, действовать без вот этой долгой регистрации. А в регистрации требуют еще и паспортные данные, загранпаспорта. Вот есть вот такая вот кнопка. Связаться. Заполнить ваши регистрационные данные. Позднее нажимаем, да. И что мы видим? Экстренный вызов в ситуационный кризисный центр МИД России. Так вот, вот это самая такая главная красная кнопка. Говорят, что позвонив туда, из любой, по сути, точки мира, вот из этих 144 стран, нам могут тут же оказать помощь. Причем, не обязательно для этого иметь интернет. Давайте посмотрим вместе с вами. Держите кнопку 5 секунд. Насколько это быстро работает. А пока расскажу вам вот что. Мы сейчас находимся в Староконюшном переулке. Это самый центр Москвы. Но, конечно, я Москву знаю. Я понимаю, что в 50 метрах у меня новый арбат. Вы скажите, ведь ситуация действительно нередкая. Когда-то вдруг... О, смотрите, функция связи с ДСКЦ недоступна только за пределами Российской Федерации. Вот так вот. Но давайте попробуем обратный звонок заказать. Так вот, они, по крайней мере, разработчики, обещали, что в этот самый момент, когда вы находитесь в стране и потерялись, например, в ситуационно-кризисном центре, могут вам помочь. Но, правда, предостерегли от как раз тех самых ложных звонков. Вот давайте послушаем, каких именно. Конечно, будем стараться ответить максимально широко, максимально полно, на любое обращение. И в любом случае мы будем пытаться помочь хотя бы консультацией, хотя бы добрым, хотя бы грамотным советам. Но при этом наш департамент, его информационная система, его колл-центр не могут и не должны рассматриваться как панацея от всех бед, как волшебная палочка, которая способна разом решить все проблемы. И тем более, это никоим образом некое бюро жалоб, куда можно и нужно апеллировать по вопросам, например, качества гостиничного сервиса. Ну вот, интересно, мою проблему ситуационно-кризисный центр пока решить не может. Ну, понятно, потому что я нахожусь на территории Российской Федерации. Но ведь вдумайтесь, как много ситуаций, когда ты потерялся в чужом городе и не знаешь, как пройти. Вот пока я пыталась связаться с ситуационно-кризисным центром, я уже сама, собственно, нашла дорогу и нахожусь сейчас на Арбате, на главной пешеходной улице. Давайте представим себе, что может быть здесь какая-то чрезвычайная ситуация есть. Попробуем отправить информацию. Такая функция тоже доступна. Смотрите, можно добавить фото, ну, практически лайфкор, мидкор такой получается. Мы можем что-то написать, ну, добавить фото и отправить. Сейчас это делать не будем. И обратите внимание, экстренное сообщение. Вот, укажите ваше имя. Указываем имя, что происходит дальше. А дальше очень долго грузится это приложение. Причина оповещения. Вот, смотрите, какие есть разные варианты. Это транспортная авария, проблемы со здоровьем, задержан местными властями. И вот это все я могу отправить своим родственникам и друзьям. Для этого всего лишь необходимо добавить контакты. Но рекомендуют МИД это сделать заблаговременно, чтобы не оказаться, как я в такой ситуации, когда вроде бы хочется отправить сообщение, а некому. Ну, что еще хочу сказать, что успешно, как нам, по крайней мере, пояснили, это приложение уже опробовано на калифорнийских пожарах. Говорят, что сотрудники МИДа действительно могли отправить какую-то информацию конкретно о пожаре и получали в ответ уже рекомендации, необходимые маршруты для эвакуации и прочую полезную информацию, которая действительно может спасти жизнь человека. Но мы будем следить за этим приложением. Мы обещаем, что 31 декабря закончится его эксплуатация в тестовом режиме, и дальше будет уже принято решение, направлять его в промышленное производство, так скажем, или нет. Будем надеяться, что все-таки и в России такие приложения будут работать, и вот не получится. Так что пока искала, уже нашла. Леша. Да, в общем-то, очень полезное приложение, на первый взгляд. Зарубежный помощник от российского МИДа, с помощью которого можно в неодоленном будущем, да, и вызвать какую-то помощь, и обратиться за каким-то советом, если вы за границей, и вдруг с вами что-то случилось. То есть главное, чтобы сервис не подвисал, и технически, чтобы, опять же, человеческий фактор тоже сработал, чтобы максимально мобильно на том конце провода, скажем так, давали ответ. Лена Шевелева, в общем-то, в прямом эфире протестировала мобильное приложение от МИДа, и, в общем-то, есть, конечно, какие-то шероховатости, но, в общем-то, МИДовцы обещают все доделать и вскоре выпустить его уже во всеобщее обращение. Так что скоро скачаем, и, надеюсь, за границей мы не потеряемся. Лена, огромное спасибо тебе.